здравствуйте друзья очередное голосование на моем телеграм-канале ссылка в описании под этим видео показала все возрастающий интерес к тематике системы управления умным домом home assistant и тема этого урока будет штатный компонент утилити митр который собирает данные о расходе электроэнергии газа воды тепла и в качестве примера я возьму распространенное устройство из экосистемы умного дома сиоми напомню что нам подходит только те устройства которые умеют собирать данные по энергопотреблению такие как накладная zigbee розетка и вайфай удлинитель на 6 розеток от xiaomi zigbee розетка залетает систему после добавления шлюза она получает имя в домене свитч которая начинается словом плак и дальше уникальный 14 значный номер этот номер привязан к самой розетки и не меняется кстати если зайти в михом в плагин шлюза далее через меню в раздел about пункт hub info мы тут увидим все подключены к шлюзу устройства с этими же четырехзначными кодами присвоенными именами это пригодится при настройке альтернативной системы и поможет правильно идентифицировать все устройства для подключения вайфай розеток в частности этого удлинителя нужен токен устройства при использовании локализованного приложения михом с сайта копиба точка ру в разделе профиль меню share пункт share девайс находится полный список устройств с токенами тапаем удерживаем палец на нужном пока не появится меню копировать кроме этого таким устройством нужно присваивать статический айпи адрес далее нужно в разделе switch файла configuration яму в этом примере раздел вынесен наружу в виде отдельного файла прописать его используя платформу сяоми мио полученный токен и айпи адрес после этого перезагрузить инстанс по умолчанию отдельных сенсоров с энергопотреблением для этих розеток нет расход в ватах отображается как атрибут load power поэтому давайте создадим их разделе сенсор которая тоже вынес наружу но уже в виде папки все файлы яму созданные в этой папке будут добавлены системы в домен сенсор кто помнит мой первый обзор по энергомониторингу при использовании москита брокера там нужно было делать очень похожие действия так как розетки дают нагрузку в ватах а мне надо киловатты то я для сенсора нагрузки уменьшаю значение в тысячу раз а чтобы числа не получались очень длинными округляю до шестого знака напомню что для появления новых сенсоров системе и instance нужно перегружать теперь когда у нас есть что считать будем создавать сущность которая буду считать начиная с версии 087 home assistant для этого создана отдельный раздел утилитимитр этот раздел также прописывается в конфигурации его тоже вынес в отдельный файл давайте рассмотрим подробнее первая строка это название новой сущности придумываем его самостоятельно она будет располагаться в домене сенсор далее идет источник это сенсор с данными по потреблению которые мы уже создали следующий параметр цикл здесь пять вариантов часовой дневной недельный месячный годовой это то время за которое ведется учет и последний параметр тарифы для примера я рассмотрю трехтарифный подсчет название тарифов придумываем сами этот параметр на самом деле не обязательно если у вас стоимость электроэнергии одинаково по всему времени его в принципе можно не указывал но я рекомендую даже в этом случае прописать один тариф ведь если этого параметра не будет то не будет работать сервис для ручного обнуления счетчиков он может пригодиться подробности чуть далее я создам три счетчика дневной месячный и годовой аналогичное для удлинителя теперь перегружаем инстанции Каждая запись, а их я напомню сделал 6, есть по 3 на каждую розетку дневной, месячный и годовой, создает несколько сущностей по отдельному сенсору на каждый тариф, плюс собственную сущность в домене Утилити Митр. Например, подсчет за день. Это три сенсора, отдельные на каждый тариф, название которого прописывается в конце. Сенсор активного тарифа будет находиться в статусе Collecting, остальные паузы. Сущность Утилити Митр показывает, какой тариф активен в данный момент. После первого запуска активируется тот тариф, который прописан первым. После перезагрузки его статус сохраняется. Аналогично для месячного, годового и для удлинителя. Теперь у нас есть целая куча счетчиков. Давайте теперь разберемся, как переключаться между тарифами. Для этого существуют специальные сервисы. Первый – это переключение на следующий тариф. Называется он Utility Meter Next Tariф. Он переключает тарифы по кругу в том порядке, как они прописаны в конфигурации. В качестве сущности тут используется Utility Meter, те самые, которые показывают текущий тариф. Напомню, что для каждой розетки я создал по три записи – дневной, месячный и годовой. Создаем скрипт, где перечисляем все Utility Meter и проверяем, как он работает. Второй – Utility Meter Select Tariф. Он позволяет присваивать конкретное название тарифа и спрописан. Для примера создаем два скрипта, которые будут переключать счетчики в дневной и ночной тарифы. Для автоматического переключения тарифов можно создать вот такую несложную автоматизацию, которая, используя триггеры времени, будет переключать по кругу тарифы. При необходимости можно создать несколько автоматизаций, если используется более сложный алгоритм выбора тарифов. Теперь у нас есть счетчики расхода по каждому тарифу. Тарифы переключаются и можно перевести киловатт их деньги. Я пошел по пути создания темплейт-сенсоров, которые просто умножают значение счетчиков на стоимость киловатт-часа. Сенсоры делаются соответственно для каждого тарифа со своей стоимостью. Я сделал это для годовых сенсоров. При необходимости можно сделать для дневного и месячного счетчика. Продолжение следует... Может быть полезным и создание отдельного сенсора общего потребления. Проще всего темплейт-сенсором, которым будет считаться арифметическая сумма сенсоров потребления розеток. Аналогично им, для общего потребления тоже можно создать свои сущности утилити-митер. Если есть необходимость вручную сбросить показания счетчиков, существует сервис утилити-митер-резет. Про него я уже упоминал чуть ранее, когда говорил, что даже если у вас стоимость киловатт-часа одинакова, нужно прописать один тариф, иначе этот сервис не будет работать. Он сбрасывает счетчик. Дневной и месячный годовой сразу по всем тарифам. Вот пример скрипта, который обнуляет счетчики дневного потребления. Вот так на одной странице я свел все, что было создано в этом уроке. Утилити-митер, который показывает текущий тариф, в принципе можно вывести только один из любой сущности, так как все тарифы переключаются скриптами синхронно. А вот так работает сброс показаний по дневному потреблению. На этом все. Ссылка на текстовый вариант конфигурации показана в этом уроке, также в описании под этим видео. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать многое видео, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!